Олег Григорьевич, ну во-первых, сегодня Московская область представила не только свои туристические, традиционные маршруты, но и гастрономические маршруты. Подробнее о нашем выставке на таком важном интерьере. Знаете, у нас сферы направления туризма развиваются от года к году. В прошлом году, как вы правильно заметили, появилось гастрономическое направление и многие тоже здесь в пропуссе осенью узнали о том, что у нас есть прекрасные фермерские хозяйства, очень интересные туристские магниты, объекты показа, связанные с гастрономией и очень большие богатые традиции. Поэтому сейчас мы эту тему развиваем еще и вот на таких больших непрофильных, так скажем, выставках в части гастрономии, но важно привлекать всеми возможными методами, способами туристов из других субъектов Российской Федерации, конечно, из-за рубежа. Поэтому все грани нашего богатого Подмосковья, это и богатые истории и усадьбы, это и интересные гастрономические маршруты, это места, связанные с победой в Великой Отечественной войне, что важно. Это, что актуально, даты, связанные с Петровичом Чайковским в этом году, 175 лет. Чайка, юбилей пьесы Чайка, связанные даты с Антоном Малычем Чеховым. Все это, чем мы богаты, мы должны показать на этой выставке, чтобы заинтересовать и туроператоров, и турагентов, и, в общем-то, людей, которые просто пришли посмотреть на богатство тур-рынка Подмосковья. Вот уже партнеры появились, сегодня подписали соглашение, что оно дает, как будет в этом плане развиваться? Мы регулярно во время таких выставок как-то подходят так, что появляются инициативы от партнеров, появляются какие-то наши потребности. Мы сегодня подписали два соглашения. Первое соглашение с организацией «Мир без границ», которое нам открывает возможности безвизового въезда для самого, наверное, потенциально богатого рынка китайского, китайской народной республики. И это подписание дает нам возможность выходить на комиссию в Ростуризм с тем, чтобы сделать уполномоченного туроператора, который будет подавать списки, и безвизов эти туристы из Китая могут к нам поехать. Естественно, это для нас важно, потому что у нас для Китая очень интересные магниты, объекты показа, связанные прежде всего с так называемым красным туризмом, местами связанными с революцией, с советским периодом нашей истории. Ну и, конечно, все богатство многовековое, которое тоже мы дополняем. Мы эту работу начали, у нас были издания на китайском языке, которые мы представили. А сейчас у нас появится вот такая возможность, что облегчает китайским туристам доступ к Подмосковью. Это безвизовая возможность. И вот сегодня мы сделали первый шаг, подписали соглашение с компанией «Мир без границ», это уполномоченный оператор на Китая. Это первое. Ну и традиционно, когда мы находим понимание о необходимости информационного обмена и взаимодействия, мы выстраиваем такие, кроме общих таких инструментов, как вот традиционный сайт «Подкуризм». Кстати, он прошел вот буквально в Казани, закончился вчера вечером, и я тоже на нем принимал участие, мы обсуждали очень многие вопросы. Но у нас еще появляется двусторонний формат, формат с нашими партнерами из Оренбурга именно такой. Мы хотим предоставить им свою информацию с тем, чтобы, конечно, мы здесь как-то интересованы, чтобы те люди из Оренбурга, не только туристы, кто прилетает в Подмосковье, знали еще, что можно на день-два остановиться, перелезая куда-то, может быть, в теплое справа, может быть, какие-то комбинировки, могли здесь, даже в районах таких крупных трасс, перелезающих, как Новодедово, как Шереметьево, да и Внутрово, хотя оно и в Новой Москве, они могли узнать о том, что можно отдохнуть, поехать в наши гостиницы, воспользоваться какими-то маршрутами отдыха и, конечно, нашими познавательными объектами, познавательными маршрутами. Поэтому мы подписали с Оренбургским министерством такое соглашение и надеемся, что оно привлечет дополнительно туристов в Московскую область. Ну и, конечно, нашим жителям Подмосковья расскажут о том, какое богатое на традиции Оренбуржье не только оренбургскими пуховыми платками, хотя это, конечно, их бренд.